30 мая 2017 года комиссия Приавидиопольской райгосадминистрации приезжала на пляжи Карлина-Бугаза для осмотра застроек прямо на песках. Прямо скажем, объемы строительства поражают. Дома возводят капитальные, огромные площади и пока не совсем понятного предназначения. На курортные отели не похожи, а для пляжных куреней явно великоваты. Комиссию возглавляет начальник управления экономического развития и туризма земельных отношений и инвестиционной деятельности райадминистрации Ольга Маламуш. Также в комиссию входит начальник управления ЖКХ и строительства Бронислав Суркан, специалисты из отдела архитектуры, а также других отделов и управления райадминистрацией. Журналисты Олег Хващевский и я, Роман Варшинидзе. С целью обеспечения безопасности и юридической поддержки в дальнейшей работе комиссии были приглашены сотрудники Абидеопольского отдела нацполиции и Ильичевской прокуратуры. С журналистом Олегом Хващевским для наблюдения за ходом работы комиссии приехали общественники во главе с Сергеем Ходиаком. В первый день работы комиссии стало понятно, что выявить хозяевов всех этих замков быстро не получится. Никто к нам не вышел и все ворота были закрыты, и потому было принято решение начать работы по расчистке пляжной территории от закопанных столбов, уложенных бетонных плит и колоссального количества мусора. Мы уверены, что как только все это начнем делать, хозяева всего этого беспредела быстро найдутся. С этой целью после осмотра территории пляжа поехали к коронавирусному сельскому голове Андрею Апанасенко. Вместе с ним на заседании круглого стола присутствовали директор коммунального предприятия Ваня Григорян и юрист сельсовета Александр Грибонос. Через 20 минут бурных дискуссий у главы сельсовета, посвященных поиску техники для сноса, позвонил человек, который сказал, что он имеет отношение к этим застройкам и обещал сам в течение двух дней убрать и столбы, и всю ту гадость, которая мешает украинцам наслаждаться их морем. Только что я разговаривал с человеком, который, скажем так, когда-то, ну, занимается, там, там, типа, как, руководитель. Вот он мне говорит, что если общественники будут пускать трактор и технику, никаких проблем, сегодня он в пяти часам будет здесь, и никаких проблем в течение двух-трех дней убирается вот эта строителька. Посмотрим, как это обещание будет выполнено. Ну и самое интересное было в конце заседания. В кабинет зашел человек с огромным количеством маленьких детей и сказал, что ему наплевать на все законы Украины, и он решил строить дом на песке сам. И, мол, ничего мы не снесем, ибо там будут эти дети. Олег Хващевский попытался объяснить ему, что в Украине 15 миллионов детей, и все они имеют право на свободный доступ к морю, а не только дети, которых он пособирал, но это было бесполезно. На моей своей страничке в фейсбук Олег Хващевский написал по этому поводу такое вот. Притоку дня было принято еще и решение провести водолазное тестирование москового дна, где были строительные работы. В случае загрязнения моря, а оно там есть, там только одних шин понапихивали сотни, хозяева строения будут выплачивать гигантскую компенсацию государству. Следите за работу комиссии, думаю, дальше будет интересно. С вами был журналист Роман Варшинидзе, оператор Аркадий Кударенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова